приветствую всех на своем канале в этом видео я буду наконец-то разукрашивать своего винтажного снеговика вот такой у меня снеговичок получился у меня на канале есть видео как я его делала основа была из фольги облепливала я его самодельной глины для лепки шарф я делала из глины уже покупной носик и ручки я делала из проволоки и в этом видео наконец-то я буду его уже разукрашивать скоро весна на дворе а я вот только добралась до своего снеговика что мне для этого понадобится естественно акриловые краски вода вот такая вот губка это была кухонная губка я ее отрезала такой небольшой кусочек и ним я буду наносить краску на снеговик естественно понадобятся кисточки чтобы прорисовывать разукрашивать самые такие труднодоступные места у снеговика и так начну я сначала покрывать снеговик белой краской у меня вот такая есть глянца глянцевая акриловая художественная краска фирмы декола тоже набор из 12 цветов в этом наборе есть несколько красок зеленого цвета коричневая есть белая черная в общем 12 цветов но краски я ними разукрашивала тоже у меня есть видео на канале вот эту баночку как вы видите оно не сильно имеет такой эффект до перекрывания других цветов то есть они не сильно перекрывают не такой вот насыщенный пигмент так вот они смотрятся это я себе разукрашивала баночку под кисточки посмотрим как справится эта краска с моим снеговиком у меня есть и другой фирмы другого производителя краски акриловые но я хочу попробовать эту так как я ее мало где использую акриловые краски которые у меня от другого производителя я ними рисую в основном картины сейчас я подготовлю красочки и начну наносить вот у меня есть такая посудина специальная уже такая вот потерпевшая кисточка и сюда я в эту посудину красочку кисточку я смачиваю водичкой для удобства и сейчас туда отправлю краску с водичкой размешиваю все делается на глаз никаких особых пропорций я не соблюдаю просто смотрю чтобы было такая консист чтобы было похоже больше на сметанку такое не одна краска там была обязательно с водичкой кисточку я могу вытереть об снеговичок делаем это смело не боясь так как это у нас будет с белой краски такая вот подложка для основного цвета в основном да у нас снеговик же и снега он должен белый и отдавать голубизной то есть голубим голубим цветом вот поэтому сейчас мы беленький нанесем после уже буду наносить голубой цвет особенно в тех местах где он хорошо проявляется то есть это места возле шарфика там где есть углубление можно губкой можно кисточкой тут не принципиально сейчас я вам также продемонстрирую как можно это делать губкой кисточка у меня уже такая повидавшая уже много она мне отслужила много была картина рисована под масляную живопись эта кисточка уже мне не подходит а вот для таких вот работ черновых скажем так она самый раз сейчас покажу как можно это сделать губкой мы вот вот так вот делаем смачиваем губку и проходимся по снеговику и от этой губки не остаются следы как от кисточки то есть нет таких вот полосок от кисти первый слой мы можем нанести кисточкой второй мы наносим губкой чтобы не было следов от кисти то есть не оставались мазки да и полоски от самой кисти считаю что у меня смешной снеговик получается вообще за счет маленького носика и щечек так даем ему немного просохнуть и я подготовлю еще белую краску нанесу третий слой так краску я еще размешала белую сейчас пройдусь третьим слоем по нашему снеговику вот видите еще белее становится снеговик все снеговичок у меня беленький оставляю его сохнуть как я это буду делать вот приспосабливаемся как то так у меня тут есть дырочка я так его вверх тормашками оставляю до полного высыхания все снеговичок у меня уже высох такой теперь он меня беленький сейчас я хочу покрасить шляпку и ботики снеговика у меня есть коричневая краска есть черная краска и вот такая акриловая краска металлического цвета такой бронзовая красивая вот я скомбинирую эти все цвета и покрашу ботики шляпку и шарфик размешаю черную краску для начала с коричневой нанесу первым слоем смешанную эту красочку а затем металлическую и бронзовую смешивать я буду краску в этой же посуде вот так вот черненькую и коричневую у меня получится такой темный цвет так немного водички надо добавить я буквально смачиваю кисточку больше мне воды не надо и смешиваю все теперь кисточкой буду наносить на шляпку разукрашивать и так прежде чем закрасить шарф и пуговицы я хочу прийти с голубой красочкой я смачиваю кисточку беру естественно уже кисточку потоньше взяла голубую краску и в этой крышечке я набираю голубую краску и прохожусь по таким местам возле шарфа то есть там где больше у нас тень возле пуговиц если залазить там на пуговицы на ботике это ничего страшного все это перекроем теперь я беру салфетку и лишнюю красочку я снимаю после где надо будет выбелить я еще пройду с белой краской вот если краски не топочке это грамот в мой 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 все я прошлась везде голубой краской естественно таким он не останется сильно голубым я еще буду проходиться белой голубой нужен мне для того чтобы придать вот снежную такую передать снежную голубизны да и сверху будет еще покрываться опять-таки белой краской те места где голубая краска вот селечки зашла она там останется и будет очень симпатичный эффект теперь я разукрашу шарф темной краской которые я намешала делаю это аккуратно и и и и и и и и и Так, шарф я уже разукрасила, теперь я разукрашу пуговицы тоже с такой же темной краской. Теперь я хочу вот этой краской пройтись по шапке, шарфику, пуговичкам и ботиком снеговичка, посмотреть как оно будет смотреться, то есть какое-то будет сочетание. Думаю, что должно получиться красиво, там уже подсов уже симпатично довольно таки смотрится, снеговичок, и пройдусь по шапке. Все, шапочка готова, сейчас пройдусь также по пуговицам и шарфику с ботиками. Смотрите, какой красивый эффект получился. Как красиво, как была бронзовая краска металлическая на темный цвет, тот, что мы мешали, коричневый с черным. Смотрите, как красиво получилось. На белой подложке мы бы такого эффекта не добились. Так все очень красивенько получилось. Теперь осталось дело за малым. Я опять беру белую краску и губкой буду наносить на наш снеговик, чтобы он не был такой сильно выразительного голубого цвета. Я хорошенько вымыла, вымыла эту посудину, куда буду опять набирать белую краску. Беру губку и кисточкой, кисточку об губку вытираю, откладываю, набираю краску. Оторвала меньший кусочек губки, чтобы пройтись по голове снеговика. Так, что я делаю еще? Я беру, смачиваю этот поролон, естественно пальцы у меня уже все белые и чуть-чуть на пуговицах, чуть-чуть промакиваю и по ботикам, как эффект снежка. Вот я прошла с белой краской и теперь у меня получился такой снеговичок заснеженный. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам вариант больше нравится, где больше золотистым таким бронзовым цветом был, шарф, шапка, пуговица и чеботки, или вот такой вот заснеженный вариант. На следующий год его можно по желанию перекрасить в другой цвет. Пока у меня вот такая прелесть получилась, очень миленькая. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока!